Всем добрый день! Сегодня у нас с вами опять распаковочка посылки с сайта iHerb. Пришла посылочка вчера, но у меня вчера весь день с самого утра и до позднего вечера была внучка дома, поэтому уже когда ее забрали, уже сил не было никаких снимать видео. У нас еще погода такая очень резко похолодала, поэтому сосуды не могут понять. Что происходит, поэтому, ну так себе, скажем так, самочувствие. И вообще эта посылка, наверное, вторая или третья за все время моих заказов с сайта iHerb, которая ехала очень-очень долго. Ее долго паковали, потом долго отправляли, везли до этого аэропорта. Такое впечатление, что она вообще с Америки добиралась до Украины на собачках. Такое впечатление, не на самолете. Вот. В этой посылке есть новые средства, которые я никогда еще не заказывала, и есть повторы. И один из повторов, который я уже долго жду, я так рассчитывала, что посылка должна была прийти намного раньше, и чтобы не было промежутков в приеме, но промежуток был около 10 дней. Это коллаген второго типа, от фирмы Life Extension, вот так вот. Я оставлю все ссылочки, всегда оставляю у себя под видео. И я уже давала отзыв за этот препарат, и хочу сказать еще раз, потому что очень много новых людей добавляется на канале. У меня была проблема, ну была, я думаю, что эта проблема остается, конечно же, просто она была тогда очень острая, грыжа позвоночника, и у меня был ущемленный нерв шейного отдела, шестой, седьмой шейный позвонок, отказала чувствительность, ушла и отказала правая рука. Пошла немножко даже мышечная такая, было заметно по мышцам, как атрофия была, не чувствовала пальцы, очень сильные боли были, и остеопат Харьковский, очень хороший мужчина, мне помог, разблокировал мне крестцовый отдел, в котором была когда-то родовая травма, как он сказал, это, скорее всего, речь о моих первых родах. Вот, и с тех пор, все время забываю вам сказать, возможно, кому-то это тоже поможет, уже вот это было два года назад, и вот уже два года, как я сплю, так как спят пожилые люди в Китае. Ну, это действительно так, люди спят, имея 4-5 подушек, вот и я тоже так сплю, одна подушка у меня под головой, удобная для, то есть вышина подбирается под изгиб, ну, лордоз и кифоз должны быть, вы это понимаете, да? То есть под изгиб вашей шеи, в зависимости от того, какие там проблемы с шеей, моя подушка, на которой лежит голова, она приблизительно по форме, как для новорожденных детей. То есть там, где голова, там углубление, а по бокам, то есть чтобы держалась, если я немножко голову на бок, а то она держится. Вот здесь, ну, вот так вот, углубление, здесь возвышение, и то же самое с этой стороны. Вот, здесь тоже плоская, потом еще одна подушка у меня находится под правой рукой, одна под левой рукой, и четвертая подушка у меня не 5, у меня 4, потому что у нас, конечно, огромное место, на котором мы спим с мужем, и если это обычный диван, и вы рядом спите с кем-то, это, наверное, будет проблематично, но если тяжелое состояние, то это вам поможет в любом случае. Четвертая подушка у меня под ногами, и когда я поворачиваюсь со спины на бок, то эта подушка, которая у меня лежит под ногами, ну, не ниже колен, а чуть выше колен, то есть вы размещаете чуть выше колен, когда я поворачиваюсь на бок, на левый или на правый, то эту подушку я, сгибая ноги, ложу между ногами, то есть чтобы сохранялась вот эта вот, ну, позвоночники, ровная линия. Очень удобно. Сначала вы, возможно, будете просыпаться, потому что, ну, перекладывание подушку, там, то под ноги, то между ног, но это очень-очень хорошо будет отражаться на вашем здоровье позвоночника, и со временем вы привыкнете, и не будете на это обращать внимание, это будет уже все, ну, просто происходить так, как вы просто переворачиваетесь, руку куда-то под подушку, там, вот, как раньше в молодости, там, или еще куда-то, неважно, вы уже на это просыпаться не будете, но это очень хорошо, еще раз повторяю вам, что для позвоночника, у тех, у кого проблемы, грыжи, протрузии, которые болезненные, это очень хорошо, и для кровообращения в том числе. Вот, так я пила около года коллаген, пила и морской коллаген, он, конечно, слабенький морской коллаген, он хорошо влияет на ЖКТ, на красоту, наверное, ну, не то, что вы, там, омолодитесь лет на 10, но, все-таки, это будет заметно по коже лица. Пила бычий коллаген, он гораздо сильнее тем, у кого, все-таки, со связками, с хрящами проблемы, конечно, бычий коллаген гораздо сильнее. И потом я решила попробовать, я пробовала другой фирмы, от Солгар, по-моему, еще вот какой-то коллаген второго типа, мне не понравились, потому что они никак, вообще, я их не чувствовала. Именно этот коллаген, здесь 60 капсул, я когда начала пить, у меня прошла скованность утренняя. Коллаген не будет вам снимать, конечно же, ни воспаления, ничего, это только все препараты хондроитина, глюкозамина, МСМ, но тем, которым нельзя серу, покупайте хондроитин, глюкозамин, тем, которых диабет второго типа, либо инсулино-резисцентность, покупайте МСМ и хондроитин без глюкозамина, глюкозамин всегда будет действовать на сахар крови, в любом случае. Вот, этот коллаген второго типа, он действительно улучшает состояние хрящей, и он снимает скованность, утреннюю скованность, когда вы просыпаетесь, и вам мышцы как будто все натянутые, как будто, вот знаете, вам, ну, у меня эта рука вообще, она как бы проблемная, и раньше даже вот так вот распрямить руку, как будто здесь вот, как проволоки натянутые были. То есть, вот эта вот классная штука, я решила повторить препарат, одна капсула пьется утром, за 40, так же, как любой коллаген, 40-60 минут до приема пищи с утра. Дальше, дальше, это я заказала для мамы, это фирма Натура Плюс, препарат для сердца, это не панацея для сердечников. Мама пьет большими длительными курсами препараты ПКЮ-КЮ с коэнзимом Ку-10, как минимум по 3 месяца. Пьет она в форме убихинона, потому что убихинол очень сильный препарат, и очень у многих он может вызвать экстрасистолию, потому что он непосредственно, кроме того, что антиоксидант, и кроме того, что он тоже является омолаживающим по лицу, это тоже будет заметно препаратам, он еще и непосредственно действует на мышцу сердца. Поэтому людям, у которых и так бывает экстрасистолия, ну, это ваше право, но я маме покупаю убихинон. Он в организме человека преобразовывается в убихинол. Вот, и когда она пропивает длительными курсами все сердечные препараты, то в промежутках для того, чтобы была какая-то поддержка сердечно-сосудистой системы, я покупаю ей вот такой вот препарат, он в форме сердечек. Здесь довольно-таки неплохой состав, здесь, конечно, маленькие дозировочки, но еще раз повторяю, это, знаете, для поддержки штанов, простым языком говоря, тоже повторная покупочка. Дальше, зубная паста от фирмы Life Extension, тоже повторная покупка, у меня заканчивается эта паста, вовремя пришла. Я считаю, что это лучшая зубная паста на сайте iHerb, и это, в принципе, наверное, лучшая зубная паста, которая когда-либо была у меня. По составу, кто-то спрашивал, как она пойдет деткам, под прошлым видео, там, где я о ней рассказывала. На препаратах, которые я повторно покупаю, я очень долго не буду останавливаться. Деткам она пойдет, она не сильно мятная, она не противная, не соленая никакая. Но эта паста, чем уникальна своим составом, что именно эта паста действует на пленочных паразитов. Друзья мои, все, кто лечит ЖКТ, все, у кого проблемы с ЖКТ, всегда, уже говорила вам много раз, нужно начинать с полости рта лечить свой ЖКТ. Если у вас в полости рта будут какие-то нехорошие бактерии, какие-то паразиты, ну, паразиты, вы же понимаете, да, что это не обязательно глисты, вот, то ничего хорошего с ЖКТ, конечно же, не будет. Здесь изумительный состав, и по поводу пленочных паразитов, очень многие, у которых есть симптомы вообще любого какого-то паразитоза, сдают анализы, и, конечно, как правило, в большинстве случаев их невозможно высеять, выверить по анализам, потому что половина из них пленочные, и для этого нужно разлучить пленки, лучат пленки, ну, специальными препаратами, и организм к этому тоже нужно готовить, потому что если не будет достаточного количества витаминов, микроэлементов, энергии в организме, то вы можете на себя просто стравить всех этих собачек, и вам очень трудно будет с этим, когда пленки полопаются, будет очень сильная интоксикация, вот, к этому тоже нужно быть готовым, ну, и нужно понимать, что пленочные, они проявляются по анализам, пока вы их не разлучите, также очень многие особи не проявляются по анализам, потому что могут проявляться только в период, когда они размножаются, вот, поэтому вот паста, дальше, дальше заказала я себе еще габу от фирмы Кэл, 25 миллиграмм, заказывала ее уже однажды, потом заказывала габу в дозировке 100 миллиграмм от фирмы Натура Фактор фарм очистки, тоже хорошая габа, тоже нет такого ощущения плохого, мы уже, я много раз вам рассказывала, да, что те люди, кому плохо от габы, в общем, нужно уменьшить дозировку, нужно с холином что-то решить, нужно понимать, что гамма-аминомасляная кислота и глутамат в организме, они не антагонисты, они должны быть как бы пополам, 50-50, и не у всех глутамат в организме преобразовывается в гамма-аминомасляную, и многие вещи, например, глицинат в том числе, он может сливаться в глутамат, и тогда быть нехорошие, всякие тревожные состояния и так далее, и нужно пополнять выход один, выходов много, но этим должен заниматься не эробиохимик, а для людей, которые не очень в этом разбираются, выход один, пополнять себе габу или гамма-аминомасляную кислоту маленькими дозировочками, ну, это субликвальная форма, то есть подязыковая, и здесь малюсенькие таблетки, которые в течение нескольких секунд рассасываются под языком, растворяются, и мне эта форма больше нравится, та таблетка, она все-таки такая более кислая, и ее надо очень долго рассасывать или разжевывать, или что-то с ней делать, хотя тоже достойный довольно-таки препарат, просто я купила маленькую дозировку у дочки 10-11 класс, 16 лет, вот, возможно, я предложу ей тоже попить маленькие дозировки гамма-аминомасляной кислоты, еще один препарат, заказ повторный, в одной из прошлых посылок я уже заказывала его, это гомеопатия, это антигистаминный препарат, и очень классная штука, дала здесь крупка, гомеопатическая крупка, маленькие такие шарики, первый раз попробовала сама, но у меня, так как не было никакой аллергии, никаких проявлений, ну, просто, чтобы понять, что вообще организм, как это реагирует, дочке первый раз дала 3 штуки, подействовала, но не сильно, хотя отлично, тоже хорошо, вот, лучше, чем какие-то аптечные препараты, совершенно с ужасными побочными действиями, вообще взрослому человеку, ну, точнее, не детям, а уже подросткам и взрослым, по 5 крупок максимум, несколько раз в день, то есть, любые проявления реакций, аллергических, повышенный гистамин в организме, я считаю, что вообще дома должен быть всегда, и еще хотелось бы остановиться, тоже девушка, одна блогер, она сейчас приболела немножко, вот, и у нее голос до сих пор в нос, хотя она уже длительное время болеет, обязательно, друзья мои, когда вирус, нужно подключать какие-то сенсибилизирующие препараты, антигистаминные препараты, потому что любой вирус, если он находится в организме, он может вызывать аутоиммунные заболевания, как осложнение, и я когда-то одним из таких, вот такой вирус перенесла в свои 17,5 лет, и мне дало осложнение на почке, аутоиммунное заболевание гломеролонефрит, при котором люди практически, ну, я не знаю, не живут, они умирают либо очень быстро в течение двух месяцев, либо через какой-то промежуток времени, почки все равно отказывают, вот, поэтому любой, когда вирус, любая простуда у детей, у подростков, у взрослых, обязательно любые препараты против аллергии, принимать нужно, дабы избежать каких-то нехороших осложнений и последствий, этот проверенный, повторная покупка. Дальше, кокосовое масло, летом практически вообще не кушала кокосовое масло, потому что не хотелось ничего такого жирного, обходилось кокосовым молоком. В холодное время года я добавляю кокосовое масло и в какао себе, могу напополам с маслом кхи и в цикорий могу добавить, могу просто кокосовое молоко, могу кокосовое молоко и капельку тоже кокосового масла, но мне нравится так, ну и вообще кокосовое масло, это первого холодного отжима, просто первое, что увидела, пробовала очень много разных фирм, это не потому, что какая-то особенная фирма или особенное масло, или мое любимое, нет, абсолютно нет, просто хорошая фирма и все, оно было в наличии, я его заказала. Это пластик, к сожалению. Конечно, хотелось бы все-таки, хоть у них и хорошие пластики, но хотелось бы все-таки стекло. Следующая покупка у меня для мамы. Я заказала ей и думала, что оно быстрее придет, эта посылка, поэтому, в общем, это такой адаптоген, это маточное молочко и корень, господи, китайский женьшень. Вот, здесь 10 бутылочек, есть еще большие упаковки, я взяла на пробу, и взяла именно не с сибирским, а с китайским женьшенем. Здесь маленькие бутылочки, у них малюсенькие есть трубочки, даже выпивать одну, я все-таки попробую перед тем, как предложить маме, я хочу посмотреть свою реакцию организма, как это будет все делаться. В общем, у мамы проблемы со щитовидной железой, из-за этого, конечно же, проблемы сердечно-сосудистого характера, потому что у нее аутоиммунные процессы, то есть хошемота. Вот, и нужно помнить, что у людей пожилого возраста, у людей, у которых проблемы с щитовидкой, и, в принципе, у всех здоровых людей, но у которых в настоящее время вирус, либо переболели вирусом, всегда нужно заботиться о своих надпочечниках. Это хороший адаптоген, но этот адаптоген не подойдет тем, у кого повышен кортизол, то есть усталость надпочечников, она трех степеней есть. Вот первая степень – это когда тревожное состояние, повышение кортизола. Это одна песня. Вторая степень надпочечниковой усталости – это переходящие с повышенного кортизола в пониженный кортизол. То есть, когда стресс, кортизол повышается, после стресса вы опустошены, у вас частое мочеиспускание, и кортизол падает. То есть, это уже вторая стадия. Третья стадия – это когда кортизол стабильно понижен, это уже последняя стадия надпочечниковой усталости, и тогда нужны адаптогены, которые будут бодрить, давать энергию, потому что кофе, он еще хуже будет надпочечники усугублять. Вот, поэтому расскажу вам потом. Взяла маме, у нее с утра хочется попить кофе, а кофе как бы в таком состоянии нужно. Это из пробников закинула стаканчик. Это взяла, ускоряюсь, мало времени осталось, фирма «21 век». Это взяла, потому что близится холодное время года, осень, весна, всегда у нас детокс-программы в семье. И у меня есть препарат, ну, условно говоря, препарат, который я размешиваю там с кефиром, с какими-то продуктами молочно-кислыми, какими-то там козьим молоком, например, если скиснет, могу себе позволить туда намешать, например, какую-то клетчатку и выпить для кишечника, потому что всегда, когда вы чистите, работаете с печенью, нужно обязательно третью стадию детоксикации печени доводить до ума, не только первую, вторую, но и третью, и, конечно же, помогать кишечнику это все выводить, чтобы оно повторно не всасывалось. Это купила для мужа и для мамы, потому что для них проблематично клетчатку всякую пить, а капсулу выпил, и все, состав хороший. Ну и последнее, что я заказала, это крем под глаза. Я хотела заказать вот такой вот крем под глаза. Я его дважды заказывала не на iHerb, не могу поймать его на iHerb вообще, меня он в принципе устраивает. Мэдди пил, здесь 9 пептидов, неплохой крем. Я уже говорила всем девочкам, кому за 45, если у вас разглаживаются морщины от увлажняющих кремов, это, конечно, не возрастные морщины, а неправильный уход, либо не очень хороший гормональный фон. Вот. Если увлажнение и питание достаточное для человека, тогда просто, ну, как сказать, не будет таких проблем, не будет никаких морщин. А мимические морщины, возрастные морщины, они, конечно же, никакими кремами не убираются, а обязательно нужно пользоваться чем-то пептидным. Вот такая вот упаковка. Почему я его взяла? Я его взяла, потому что здесь есть пептид. Пересмотрев все составы, здесь всего-навсего один пептид, к сожалению. Состав, в принципе, неплохой, но у меня есть чем увлажнять, чем питать, что он такой запаянный. Невозможно ничего открыть. Какой-то, не знаю, все восхищаются этой коробочкой и вот этим всем, я не знаю. У меня, честно говоря, восхищение не очень вызывает. Это мрачный ящичек черного цвета. Вот. У корейцев есть более красивые баночки. Ну, такое. Попробую, расскажу вам, не знаю, как этот пептид. Вообще, те, кто покупает пептидные кремы, они должны понимать, что кремы впитываются, как правило, все пептидные, и людям может показаться, что не хватает какого-то увлажнения либо питания. Именно так пептиды и на коже себя и проявляют на самом-то деле. Поэтому, у кого сильно сухая кожа, можно поверх пептидного крема наносить еще какую-то с керамидами, с церамидами. Но здесь, насколько я читала, здесь, по-моему, это все есть в составе. Хотя, думаю, он все равно не будет такой жирненький. И я его планирую на прохладное время года наносить в дневное время, а на ночь все-таки что-то ну, такое. Это пока осень, а зимой наоборот. Он будет идти в ночное время, а на улицу у меня мои любимые жир эму. Вот. Ну, друзья мои, идет еще одна посылочка. Я надеюсь, что она будет идти не три недели, как эта. До скорых встреч на моем канале. Всем крепкого здоровья, всего самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова